Библейский портал экзегет.ру представляет 38-й псалом читаем для библейского портала экзегет, перевод российского библейского общества, переводчик Михаил Селезнёв. Мы уже не раз говорили, что псалтирь – это диалог человека с Богом, причём это реплики человека. Иногда встречаются и ответы Бога, но довольно редко. Но это ещё и диалог людей между собой. А главное, это может быть диалог внутри человека, его внутренние сомнения, его колебания, его иногда шараханье довольно резкие, но мы так устроены от одного к другому. И вот 36-й псалом говорит, я точно знаю, что нечестивцы, хотя они могут временно процветать, они потом погибнут, а праведники, хотя могут временно бедствовать, они потом будут спасены. 37-й псалом ему возражает, причём громко вслух, как гласит написание псалома, это вопль. Господи, это ж ты меня караешь, это твои стрелы в меня впились, не оставь меня, помоги мне. Совершенно другая картина, да? Уже не нечестивцы его преследуют, а сам Господь, а точнее сказать, то, что нечестивцы преследуют, это и есть от Бога в конечном итоге. 38-й предлагает некоторый вывод. У него есть подзаголовок «Начальник у хора, напев Иедутуна, псалом Давида». Иедутун – это один из певцов, которого упомянут в Библии, и, возможно, он составил какую-то мелодию. Псалом Давида, мы не знаем точно, что это такое, да? Мы уже не раз говорили, то есть он связан с Давидовой традицией, каким конкретным образом, не знаем. И, может быть, кстати, вот эти псалмы составлялись, знаете, вот есть такие поэтические состязания, всегда были, кстати, это не новое изобретение, все эти рэп-баттлы, да? Всегда были сказители, трубадуры, которые один выходит, потом другой с ним спорит, а первый отвечает, а второй снова возражает, да? Вот, может быть, псалтирь отчасти так и складывалась, какое-то, ну, поэтическое состязание, не обязательно оно в одном месте происходит, и одновременно молитвенное состязание, разговор с Богом, но разговор в диалоге с другим, кто говорит с Богом. И вот 38-й выглядит как некоторый синтез. Вот что делать, когда у нас есть две позиции? С праведником все хорошо, со злодеем все плохо, если временно не так, подожди, скоро увидишь. И, Господь, я праведник, по крайней мере, я за тебя, но со мной все ужасно плохо. Что с этим делать, в конце концов? Вот вывод. Музыка. Человек ходит, как тень, ради пустоты суетится, собирает и не знает для кого. Чего еще ждать мне, Господи, надежда моя на тебя? Беззаконие мои, прости мне, не отдай меня негодяям на поругание. Я стал нем, рта не раскрываю. Ведь все, что ныне со мной, сделал ты. Отклони от меня кару твою, я погибаю от ударов руки твоей. Ты наказываешь человека за преступления, караешь его, как моль подточил то, что ему дорого. Воистину, всякий человек, что дым. Музыка. Услышь, Господи, молитву мою, внемли стону моему, не молчи, видя слезы мои. Я пред тобой бесправный скиталец, переселенец, как и отцы мои. Отведи от меня гневный взор, дай вкусить хоть немного радости, прежде чем я уйду, и не будет меня. Вот смотрите, здесь в каком-то смысле, если 37-й был немножко похож на книгу Юва в ее основной части, он немножко похож на заключительные слова Юва. Он говорит, я буду молчать лучше. Я что-то ничего не понимаю. Буду следить за путями своими и не дам языку согрешить. Причем именно с языка все начинается. Надену узду на свои уста. Значит, очень часто человек не может совершить каких-то действий, но сказать-то он может все. Язык-то во рту шевелится. Звуки-то из горла вылетают. Поэтому, собственно говоря, вот ограниченный во внешних своих проявлениях, да, не хватает денег, не хватает возможностей, не хватает обстоятельств, в речах своих человек абсолютно свободен. И в каком-то смысле он здесь говорит, вот надо начать с того, чтобы контролировать свою речь. И дальше он объясняет, у меня было все довольно плохо, и я спросил, господи, когда я уже помру. В каком-то смысле это вызов для Бога, да, то есть, ну, я так жить не хочу, как ты меня, вот, как ты меня заставляешь. Я не согласен, я почтительнейше возвращаю билет, как Иван Карамазов говорил, да. И это может быть некоторый такой бунт, да. Да, и вдруг он говорит, человек как тень, ради пустоты суетиться, собирает не знаю для кого, да, вот, человек всю жизнь копил деньги, а кому достанется после его смерти. От него, конечно, зависит, но не совсем, да. Надежда моя на тебя. То есть, вот в силу ограниченности своего жизненного пути, своего опыта, своего времени, пространства, всего остального, мы просто приходим к выводу, что мы не понимаем, как это все устроено. Вот был оптимистический один, псалом пессимистический другой, а здесь такой псалом, да не знаю я, вот не знаю я, все, что я могу, это следить за собой. Все, что ныне со мной, сделал ты. Он соглашается с предшествующим 36-м, да. Отклони от меня кару твою, я погибаю от ударов руки твоей 37-м, простите. Ты наказываешь человека за преступления, караешь его, как моль подточил то, что дорого ему, воистину всякий человек, что дым. Мы несоизмеримы, да. Господи, я все пытаюсь установить справедливость, я все как-то на словах хотя бы ищу, как это сделать. У меня это не получается. У нас слишком разные. Вот нету способа это сделать. Услышь молитву мою, внемли моему стону, не молчи, видя слезы мои, да. Но вот единственное, что я могу, это просить себя о сочувствии. Я бесправно из Киталии, с переселениц, как и отцы мои переселенцами, ну, собственно, были Авраам, Исаак и Аков, да, они переходили из страны в страну. И вот здесь он, наверное, не бродит, да, по стране, хотя если это Давид, он тоже очень много странствовал. Но самое главное, что вся наша жизнь — это переселение. Иногда, знаете, даже оставаясь на месте, я всю жизнь живу в Москве, но живу уже совсем не в том государстве, в котором я родился. И другое общество, другая жизнь. В старину, конечно, так не было, такие быстрые перемены не происходили, но жизнь-то в любом случае меняется, да. Вот мы рождаемся среди одних людей, а умираем среди совсем других. Вот все вокруг нас изменились, пока мы живы, да. Если, конечно, до старости человек дожил, а не в детстве умер. Так и все изменилось. Вот мы путешествуем, даже если остаемся на одном и том же месте. И все, что остается спросить у Бога, отведи от меня гневный взор, дай вкусить как-то немного радости, прежде чем я уйду, и не будет меня. Грустный псалом. И вот прямо в депрессию вгоняет. Ну, псалтирь не была бы диалогом, если бы следующий, 39-й, не был бы ответом на эту депрессию. А он будет. Продолжение следует...